СКОЛЬКО СЕБЯ помню, я всегда был связан с природой. Мой отец постоянно пропадал на охоте, рыбалке, лесах и горах. И я старался во всем походить на него, пока не переехал в Москву. И на меня накатила тоска. Я понял, что размеренная жизнь, уют московской квартиры, интернет и гаджеты не могут убить вам нежелание быть первооткрывателем. И если я не вырвусь из мегаполиса, потеряю себя. Меня зовут Константин Бышевой. Я решил, что ближайшие несколько лет своей жизни проведу в далеких от городов уголках земли. Я буду пастухом, птицеводом, погонщиком слонов, чтобы понять, чего стою я и на чем основана тысячелетняя история взаимоотношения людей и прирученных ими животных. КОНЕЦ За время своих путешествий я наблюдал разные способы совместного существования людей и животных. При этом из такого симбиоза возникает не просто некая культура. Нет, рождается настоящий феномен на долгие времена. И на этот раз я решил окунуться в романтику Дикого Запада. Мне всегда казалось, что тут все вертится вокруг только одного животного – мустанга. И это слово будоражит воображение. Но если с железным мустангом я, как видите, сумел управиться легко, то что же ждет меня при встрече с живым символом Америки? Америка – страна огромных расстояний и гигантских прерий, в которых пасутся дикие лошади – мустанги. Я приехал в Южную Дакоту для того, чтобы лично познакомиться с ковбоями, которые пытаются оправиться с этими необузданными лошадями, мустангами, а также попробовать свои силы. Удастся ли мне принять участие в Родео и покорить мустанга? Посмотрим. Меня зовут Константин Бышевой. Вы смотрите программу «Про животных и людей». В этих краях хочется буквально провалиться в вестерне. Запах выжженной земли, всевозможные колючки, вообще вся атмосфера этой страны суровых, мужественных ребят, которые чуть что палят направо и налево из своих верных кольтов. А свободное время устраивает пальбу в салунах. Я очень надеюсь познакомиться с ними чуть позже. А пока начну проникаться вот этим ветром степей, этими просторами и, главное, наконец-то увижу тех самых мустангов. Правда, на мустанге до них не доедешь, и машину мне пришлось поменять. А я нахожусь в национальном парке Wild Horse Sanctuary. В этом месте, как мне сказали, обитает свыше 700 диких лошадей. Никто не знает точного количества, но я вижу, что их здесь много, только часть от того большого стада, который обитает здесь практически, как и сотни лет назад, в пририях Центральной Америки. Жаль, хлебушка им не припас. Очень хочется угостить кого-нибудь. Но тут же понимаешь, а нет, это вам не смирный коник из колхоза Завета Ильича, и даже негордый рысак из конюшни арабского шейха. Вот только я хотел поиграть в гляделки с лошадками, и они все ушли от меня. Нет, так дело не пойдет. Надо самому идти в народ. А пока я иду, вспомню, отчего же эти лошади стали такими недоверчивыми. На самом деле это удивительная история. Сначала лошадей в Америке не было. Представляете, здесь вообще не было тяглого скота. Да, люди все носили на своем горбу. Но потом, в 16 веке, на этот континент прибыли испанские конкистадоры. А затем народ и из Англии подтянулся. И все везли с собой лошадей. Ну и пока суть до дела. Обустроить хозяйство, намыть золотишко, повоевать с соседями, отбить землю у аборигенов, лошади от хозяев убегали. А искать их было некому и некогда. Времена, знаете ли, суровые были. А земля ничего, богатая. Словом, эти сбежавшие лошади не голодали. Стихийно самоорганизовывались в табуны, размножались, ничали и возвращаться к человеку вовсе не хотели. Я пытаюсь наладить контакт с дикими необузданными животными. Понятно, что налаживать контакт с мустангами, это как наладить контакт с инопланетянами. Не сразу получится, но я пришел с едой. От вкусняшек никто никогда не отказывался. Ух ты, что это было? Лошади – животные стадные. В диком состоянии каждый табун имеет свою структуру, свою иерархию, которая позволяет этому лошадиному сообществу жить не то, чтобы совсем мирно, но хотя бы по правилам. Вот по их законам матерые лошади, они там, подальше, в центре их территории. К маленьким лучше не подходить, потому что вот я вижу несколько совершенно молодых жеребят еще, и родители могут неадекватно отреагировать на появление чужака. Вообще сюда людям заходить запрещено, нам разрешили в качестве исключения. Поскольку я веду себя правильно, резких движений не делаю, не подхожу к мустангам сзади, похоже, мне удается завоевать их доверие. Я счастлива. Ты привык, что с тобой говорят по-английски, правда? А тут приехал парень из России и говорит с тобой по-русски. Дело укрепления дружбы человека и мустанга пошло так хорошо, что я амбициозно захотел пообщаться не только с этими дурашливыми подростками и не только с доверчивыми индейскими пони. Мне настоящих матерых мустангов-жеребцов подавай. Они отвечают за безопасность табуна, за сохранность кобыл и молодняка. К ним на кривой козе не подъедешь, тут надо соблюдать ритуалы. Я знаю одну хитрость, как обратить на себя лошадиное внимание. Они остановились, они не уходят. Вот там трое идут еще. Похоже, я немного переоценил свои дипломатические способности. Вот эти парни явно настроены не слишком дружелюбно. Если кто не понял, то я перевожу. Ты че это у нас на ранчо забыл, пацан? Вот что они мне говорят всем своим видом. Ну да ладно, ладно. Поэтому лучше тихонечко отойти назад. Я вижу-то там... Какой-то недобрый взгляд. Если честно, страшновато. Я все время держу в голове, что эти животные дикие. И если они решат, что я им угрожаю, забьют копытами, не задумываясь. Я для них чужак. Но кажется, они дают мне шанс. Какой ты красавец. Дикий мустанг. Фантастика. Это реально фантастика. Представляете, они мне поверили. Тут есть еще одна хитрость. Мы недалеко от речки, а как вы знаете, на водопое драться не принято. В этом животные гораздо благороднее людей. Поэтому я могу пойти следом за этими мачо-лошадиного мира к воде. Ну так, с осторожностью. Главное не наступить на змею. Змей здесь полно гремучих. Вау. Это нереально круто. Мы вторглись в их владениях. По-моему, первые русские люди, которые наблюдают мустангов, здесь, в естественной среде обитания, здесь, где их никто вообще не трогает. Они здесь короли. Итак, я в настоящем царстве диких и свободных хозяев прерий – мустангов. Здесь, в Южной Дакоте, есть счастливый край, где лошади не служат человеку. Наоборот, человек оберегает право лошадей на безделье. Этот человек меня ужасно интересует. Дейтону Охайду 90 лет. И он – отец-основатель Wild Horse Sanctuary – заповедника мустангов, где я, собственно, и нахожусь. А еще он написал несколько книг о мустангах и о природе. Он – настоящая легенда Дикого Запада. Мистер Хайт, как вы решили для себя заниматься мустангами? Мое общение с лошадьми началось очень давно, лет 80 назад. Я с детства начал работать на ранчо у моего дяди, и мне всегда нравились лошади. Уже позже я понял, что из-за деятельности человека наша американская красота исчезает, и наши животные, и вообще вся наша природа. Мы должны вести себя не как хозяева земли, а как ее хранители. И поэтому я начал покупать участки, на которых мог бы сохранить природу нетронутой и дать здесь убежище мустангам. Так появился этот заповедник диких лошадей. Я слышал такую историю, что индейцы вас считают буквально святым человеком, и дали вам особенное индейское имя. И что это значит вообще? Я всю жизнь с кем-то за что-то воюю. И сейчас у меня, возможно, уже последний, но решительный бой. Здесь неподалеку нашли уран и начали строить урановые шахты. При добыче руды почва проседает, и реки уходят в радиоактивные породы. И это наша вода, та, которую пьют наши лошади, наш скот. Даже если нам ее будут возвращать, как они там говорят, она будет ядовитой. И я вступил в битву за закрытие этих шахт, которые, к тому же, располагались на святых для индейцев местах. Мне удалось отстоять эти земли и сохранить природную красоту. Но вот индейцы и дали мне имя «Защитник святынь». Вот так Дейтона Хайт защищает не только животных, но и людей, и экологию. Да что там говорить? Практически в одиночку спасает землю. Вы понимаете теперь, откуда этот американский образ супергероя? От таких невозмутимых, уверенных в себе ковбоев, для которых опасности ничто. Я ведь неспроста все это выспрашивал у старого ковбоя. У меня же огромные планы, а именно попытаться самому стать ковбоем. А пока стоит выпить чайку, чтобы эмоции улеглись, и сделать запись в своем дневнике. Сегодняшний день – это полный восторг. Ну, во-первых, я увидел мустангов в настоящей дикой прерии. Увидел их воочию, живьем, как они резвились на природе. Познакомился со старейшим американским ковбоем. Это человек-легенда. Он подписал мне книгу. У нас было интересное общение. Ну, вы все это видели. Одним словом, день – восторг. Надеюсь, завтра будет еще круче. Традиционно на день я себе ставлю задачу. И сегодня моя задача выглядит следующим образом. Я должен экипироваться, как ковбой. У меня должны быть самые главные ковбойские атрибуты. Сапоги, джинсы, ремень с пряжкой. Ну и, конечно же, настоящая ковбойская шляпа. Привет! Привет! Как дела? Мне нужна шляпа. Именно настоящая ковбойская шляпа. О, тебе нужна какая-то особенная шляпа или базовая модель? Базовая модель. Простая ковбойская шляпа. И тут я прослушал целую лекцию про классический ковбойский головной убор. Все это разнообразие, все равно не окончательные варианты. Это как бы стандартные фасоны. Но каждую шляпу будущий владелец будет подгонять под себя персонально. То, что ты имеешь в виду, тут. Шляпы вакера стиля, то есть старого стиля. Вот еще очень распространенный фасон. Модерн с пастушьей тульей. Стиль Индианы Джонса. Именно так. Классический стиль Индианы Джонса. Никогда не слетающая шляпа. Знаешь, сейчас шляпа — это больше манера одеваться. Шляпа, как у Бутча Кэссиди. Бутч Кэссиди и Санден Скит. Бандиты, знаешь ведь? Так вот, она для отдыха на природе. Хотя это и гангстерский стиль с ее небольшими полями. Нашим парням из Бирлёва понравился бы гангстер-стайл. Алл Капон. Алл Капоне? Кто бы мог подумать, что в шляпах столько нюансов. Определиться с моделью — полбеды. Но шляпа — не просто киношный образ. Это очень функциональная вещь. Изобретатель таких шляп Стэдсон всю жизнь улучшал их качество, чтобы ковбои получили универсальный головной убор, который мог служить им всю жизнь. И в дождь, и в зной, и под снегом, и костер раздуть, и даже воды из ручья набрать. Настоящая ковбойская шляпа может все. Вот поэтому парни из вестернов так сурово смотрят, когда им простреливают шляпу. У нас большой выбор разных цветов, материалов, ширины полей, высоты тулей. Вот пятидюймовые поля. Сравни с четырехдюймовыми. Да, все разного качества, разной толщины. Да, качество определяется плотностью фетра и шерсти, из которой он свален. Надо смотреть на иксы, они обозначают качество. Самый ходовой вариант — пять иксов. Это значит, что в фетре пять процентов бобровой шерсти. Три основных материала для шляпного фетра — это бобёр, кролик и овечья шерсть. Самое низкое качество — два-три икса. Это почти полностью овечья шерсть. Такая шляпа будет толстой, тяжёлой, она пропускает воду, и носить ты её сможешь только в хорошую погоду. А вот это уже гладкая, тонкая и лёгкая шляпа. Отличные выделки. Десять иксов — наполовину бобёр, наполовину кролик. И двадцать иксов — чистый бобёр. Слушай, я никогда... Смотри, какая она гладкая, какая выделка. Такая сложная технология, вот приготовить... Это... Боже мой! С помощью Брэда я, наконец, выбрал себе шляпу. Такую, чтоб не стыдно было показаться на Родео. И понял, что количество тех самых иксов не просто пропорционально цене, это геометрическая прогрессия какая-то. Знали бы вы, сколько это стоит. Шляпа у меня качественная, дорогая, как крыло самолёта. А значит, теперь её подгонят по моему вкусу. Отпарят, изменят форму тульи по моей голове и загнут поля так, как я этого захочу. Брэд Монтегю — владелец этого магазина и одновременно производитель шляп. Поэтому он сам превращает заготовки в настоящее произведение искусства. Процесс это небыстрый, и я успел узнать, что и сам Брэд — ковбой. И дети его — тоже ковбои. Но, вы знаете, в этих местах иначе и не бывает. Но самое ценное, что Брэд пригласил меня заехать вечером посмотреть на тренировку своих детей. Шоппинг, надо сказать, меня несколько утомил. А ведь ещё пришлось покупать лассо, ремень, перчатки и, разумеется, сапоги. Вот теперь можно поехать и взглянуть, что же это такое Родео. Итак, приготовились. Последняя попытка для этого ковбоя. Другой уже не будет. Леди и джентльмены, юный ковбой покидает состязание. Ничего себе отбор. Да что я говорил про то, что попробую принять участие в Родео. Забудьте. Для этого здесь надо родиться и начать ездить на лошади раньше, чем ходить. И всё равно, видите, на этих прыкающихся лошадях усидеть, по-моему, нереально. А ведь надо продержаться верхом целых 8 секунд. По-моему, это вечность. Я, кстати, узнала, чего лошадь так прыгает и брыкается. Это не то, что у неё характер такой отвратительный или она совсем дикая. Правда печально. Видите ремень, затянутый поперёк крупа? Перед тем, как открыть загон, помощник дёргает этот ремень и он давит на чувствительное место. Бедное животное от боли начинает скакать, пытаясь избавиться от него. А уж задача ковбоя – усидеть во время этих прыжков. В Родео несколько дисциплин. Скачки на быке, на неосёдланной и осёдланной лошади, ловля бычка-лассо, заваливание быка, слалом между бочек и что-то вроде нашей джигитовки. Но вся эта удаль не ради прихоть. Ковбои на Родео показывают те навыки, которые им нужны в реальной работе. Поэтому я не знаю, можно ли назвать это именно спортом. Но дело явно мужественное и опасное. Так, как участники Родео, я точно не смогу. Но мой новый друг Брэд, помните, у которого я купил шляпу, уже ждёт меня. А ведь он обещал дать мне шанс стать настоящим ковбоем. Вот и Брэд со своими детьми и лошадьми. Привет, как её зовут? Киди. Её второе имя – подозрительность. Подозрительность? Красавица какая. Глаз с вас не сводит. Тем временем дети закончили свою тренировку, и я понял, что теперь настала моя очередь. Вот только неверхом же на козе мне предлагается ездить. Конечно, я готов. Я всегда готов. Пижон московский. Московский пижон на Родео. Белые носочки, ковбойские сапожки. Настоящие ковбои увидят, убьют за такую форму одежды. Основное упражнение. Ты сейчас отведёшь козу на арену. Там надо будет вбить колышек и привязать её на длину верёвки. Ты её будешь удерживать и отпустишь, когда я возьму лошадь и прискочу, чтобы связать козу. Покажи мне, как ты это делаешь. До свидания. Моё приключение начинается. Поезжай внутрь. Вот, я понял. Это, знаете, как в школе ковбоев я поступил в первый класс. И я должен пройти 10 лет обучения за 20 минут. Пойдём, коза, не бойся. Ты должен держать её вот так. А когда я буду приближаться, отпустите её. Отлично. Вот это работа для меня. И даже простейшее дело, дело для ковбоя в пелёнках, мне даётся с трудом. Коза тоже мне не доверяет. Но кое-как я её уговорил. Моё американское родео. Мы все начинаем с малого. А дальше я испытываю жутчайшую зависть. Я не представляю, как можно нестись на такой скорости, как им не страшно спрыгивать на всём ходу, чтобы связать эту несчастную козу. Это настоящие ковбои. Маленькие, серьёзные, очень ответственные ковбои. Истинные дети прерий. Покажи мне, как ты это делаешь. Сначала её надо завалить. Крепко берёшь её. Покажи лучше. Меня учат дети. Кошмар. Даже почти до сорока. Меня учат дети. Окей. Берёшь её вот так за переднюю ногу и вот тут за бок поднимаешь. Вот так. И вот тут за бок поднимаешь. И кладёшь на себя. На ногу накидываешь петлю. Слушайте, какая послушная. Вы знаете, коза для обучения. Накидываешь один оборот, второй, подставляешь руку и третьим вяжешь вот так узел. Вау. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Худо-бедно, а с помощью всей семьи, окончательно измучив бедное животное, я тоже справился с этим самым первым, самым простым ковбойским делом. Стреножил козу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренировочная коза. А я тренировочный клоу. Такая у нас американская судьба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, родись я здесь бок о бок с этими прекрасными лошадьми, рядом с этими мужественными и стойкими людьми, я бы тоже всё это умел. За один день ковбоя из меня, увы, не получилось. И даже девчонка. Девчонка легко делает меня, взрослого, здорового мужика. Пора возвращаться, есть охота. Главное, не забыть про дневник. Сегодняшний день подарил невероятное количество эмоций. Самых разных. Ну, во-первых, это Родео. Родео всегда впечатляет, особенно, когда ты попадаешь на него первый раз. Смогу ли я повторить что-то подобное? Но, честно говоря, не уверен. Мне бы хотя бы на лошадь для начала взобраться. Но, зато у меня есть настоящая шляпа ковбойская, которую я не наделал на парадно-выходная, сапоги и полный набор аксессуаров. А ещё, друзья мои, я, конечно же, боюсь, потому что быть ковбоем, это непросто. Это очень опасно. Ну, а пока день близится к концу, и я съем настоящий американский бургер прямо у вас на глазах. А в следующей серии меня ждёт встреча с мастером, который лошадей не подковывает, а выковывает. Мне его заказали из Флориды. Он будет призом для победителя соревнований. Поход на сбор металлолома. Рассел, это бесплатно или нет? Бесплатно. Только унеси ты это подальше. И новое место работы. Я стану настоящим ковбоем. Я никогда не думал, что работа на свежем воздухе на лошади с коровами может доставлять удовольствие. Говорят, стать ковбоем очень легко. А сейчас я докажу вам, что это далеко не так. А-а-а! Я пойду! Я тихо! А-а-а! А-а-а! Я тихо! А-а-а! Салфа на ково! А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok